Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Своё особое мнение сегодня в нашей студии выскажет Валерий Турула. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый. И президент некоммерческого партнерства «Биотехнологический кластер» Кировской области. И депутат в прошлом городской думы, и ОЗС двух созывов, и руководитель ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Вот как раз таки с бизнес-темы хочу начать. Валерий Николаевич, на настоящий момент в какого рода защите нуждается малый бизнес? Великий ли запрос на эту защиту? Либо настроение уже настолько пессимистичное, что люди предпочитают не рыпаться, что и тихо идти ко дну. Да. Мне думается, это тоже вот такой показатель. Часто задают вопрос, а что ожидать от нашего правительства? Нет, от нашего российского областного правительства, которое приступило к выполнению своих обязанностей и пытается сформировать некую стратегию своего поведения, формирует сейчас структуры министерские. Так вот, таким показателем градуса отношения является как раз малый бизнес. Мы проходили различные этапы, когда был Никита Юрьевич, его правительство, да, и там однозначно оценить мы не могли эту ситуацию. И окончательный этап он заключался в том, что пошел массовый отток, в том числе малого бизнеса. Но это вообще беспрецедентная ситуация. Там крупный, средний, я могу еще это объяснить, да, но пошла тенденция перерегистрации в других регионах, и прежде всего в Москве, и малого бизнеса. Это продолжается процесс? А сегодня он необузданно, он в геометрической прогрессии растет. Сегодня никто не желает регистрировать свой бизнес в Кировской области. Более того, я недавно беседовал с несколькими предпринимателями, они говорят, мы все принимаем меры для того, чтобы закопаться и показать свой успешный бизнес как неуспешный бизнес. Потому что как только увидят хотя бы малейшее шевеление, что мы живые, нам кердых будет. Тут же пройдутся пулеметные очереди. Да, то есть я думаю, что вот этот вот сигнал, продолжающийся, активно развивающийся процесс убытия нашего бизнеса в другие регионы, он очень волнует. Очень волнует. Это если сегодня немедленно не принять меры. Вот в свое время была Куземская, исполняла обязанности заместителя. Один из заместителей председателя. Ну почему в свое время? Совсем недавно. Ну вот она недавно уехала отсюда. Она собирала малый бизнес на совещание и сказала, давайте будем круглый стол каждый месяц проводить для того, чтобы каким-то образом оздоровить ситуацию вокруг малого бизнеса. Там звучали различные предложения и так далее. Масса было предложений, на что я очень критически отнесся и сказал, вы знаете, для того, чтобы развивался малый бизнес, ему должны быть созданы не искусственные условия. Ему не надо денег подавать. Ему должно быть действительное внимание, организационное внимание, чтобы он действительно мог развиваться. То есть ни одного круглого стола не состоялось? Нет, состоялся. Состоялся? Да, состоялся. После этого выбора состоялись. И у меня сложилось впечатление, что эти круглые столы, они были как некий нивелирующий такой механизм для того, чтобы малый бизнес проголосовал за Игоря Владимировича на выборах губернатора. Но мы видим, что попытка Куземской дальше развивать эту тему, она закончилась тем, что она сегодня не в правительстве. Из вашего тона я понимаю, что у вас вполне даже положительное отношение к Ольге Викторовне. Да, вы знаете, я не ожидал этого. Ее сейчас нет в правительстве? Я не ожидал. Вы знаете, насколько она была способна погружаться в проблематику малого бизнеса? Мы провели эксперимент. Сегодня это можно говорить, да? Мы пригласили ее для того, чтобы она посмотрела, а что делается в некоммерческом партнерстве биотехнологический кластер. Какие проекты реализуются? В Черновую. И проехали с ней где-то 30% наших объектов, которые реализуют проекты как малый бизнес. Начали с 7 утра и закончили где-то в 16 чем-то часов, а в 17 у нее уже совещание должно было быть угодно. Она без обеда, без чаев, полностью на колесах. Мы половину области объезжали по сложнейшему графику. И я не увидел то, что она там гнет пальцы какие-то. Она задавала конкретные вопросы. Причем по виду было понятно, что это ее трогает, что это ей интересно. И вот сегодня я с ней разговаривал. Я говорю, ну что, она говорит, 27-го выхожу из отпуска. Она говорит, я на федеральном уровне буду поддерживать малый бизнес в Кировской области на федеральном уровне. Это не сигнал, что у нас здесь не все благополучно. Вы озвучиваете уникальную информацию у нас в эфире. То есть ваше сотрудничество будет с ней продолжаться? Да, я надеюсь, что да. И более того, мы ее избрали сейчас председателем наблюдательного совета нашего кластера. И она взялась за это дело. А в чем функции? Функции председателя наблюдательного совета. Это независимый орган, своего рода экспертный орган, который должен контролировать принимаемые нами решения. И с точки зрения компетенции давать оценку, быть или не быть этому. Но если принимается решение быть, то он выполняет функции лоббиста. В хорошем смысле этого слова. То есть он начинает везде пропагандировать, продвигать, формировать коммуникации по продвижению проекта, продукта инновационного и так далее. Она сказала, что я готова в этом отношении работать. И сегодня она запросила у нас последние документы. Мы проводили недавно уникальное мероприятие в рамках биокиров. Это межрегиональная сессия кластеров. Съехалось у нас 15 кластеров, которые живут и которые чего-то там претендует на развитие. География достаточно широкая была. И из 10 регионов. И мы проводили двухдневное такое погружение в проблематику, что нам мешает, что необходимо делать. И уникальное приняло решение объединения проектов на уровне межрегиональных. Я уже участвовал по итогам этой сессии, участвовал уже в заседании правительства Вологодской области по интеграции наших проектов в сельском хозяйстве и в лесном комплексе. Вел заседание за первый заместитель губернатора Вологодской области. По итогам этого же мероприятия Коми Республика уже реализует ряд проектов. Там на ушах уже весь Сыктывкар стоит. То есть я считаю, что вроде бы Куземская не участвовала, но она стимулировала вот этот процесс. И мы выходим-то уже за рамки Кировской области. И малый бизнес начинает интегрироваться с другими регионами. Интегрироваться или уходить в эти регионы все-таки? Наш бизнес. Давайте так прямо скажем. Те, кто находится в малый бизнес у нас в кластере, они являются элементами крупных проектов. И выдернуть их из этих проектов практически невозможно. Они долей своего участия в конечном результате присутствуют. И, следовательно, если их выдернуть оттуда, то рушится целая цепочка, в том числе крупные бизнесы. Поэтому это своего рода защитный инструмент-кластер, где трогать малый бизнес нельзя. И, может, у кого-то и слюна потечет, но нельзя его трогать. Это защита. Это сразу поднимутся на дыбы все. Поэтому в данном отношении мы рассматриваем, что те, кто у нас находятся в кластере, они защищены. И поэтому они чувствуют достаточно комфортно себя, для того, чтобы развиваться, дальше двигаться и так далее. А сколько их численности, чтобы представить машину? У нас сейчас 40 организаций, предприятий в кластере. Из них, ну, где-то больше двух десятков, около трех десятков – это представители малого бизнеса. Налоги где они платят? Они по своей деятельности как платили, так и платят в Кирове. Но при этом здесь, видите, схема какая. Учитывая, что малый бизнес интегрируется в технологические цепочки, они свою долю, как в колхозе, вкладывают долю, пай, в конечный результат. И от конечного результата получают компенсацию. То есть они с этого налоги-то не платят. Вот парадокс-то в чем? И в этом отношении это совершенно другая модель. Она не подходит к холдинговой оценке. То есть я уже с налоговой инспекцией вел переговоры и говорил, ребята, у нас возникнут с вами проблемы. Вы попытаетесь нас обвинить в том, что холдинговые цепочки участвуют, но это не аффилированные лица, это самостоятельные абсолютно участники. Они по принципу колхоза участвуют. Поэтому мы готовы где-то договариваться и решать вопрос, что с оборота будем фонд платить, скажем, города или области. Вот я и хотел спросить, как это относится с официальной позицией государства? Потому что если кто-то работает, то значит ты должен платить налоги. На вот этой сессии, о которой я сказал, на той сессии мы же подняли, а сейчас еще криптоденьги и так далее и тому подобное. Это что же делает практически невозможным? Это все будет перечисляться в виртуальном пространстве. Поэтому система налогообложения, она попадает, сегодняшняя система достаточно в жесткие такие рамки, где только физически начинают силовики давить, и они давят буквально в этом отношении. Поэтому мы это видели на сессии межкластерной, и была принята резолюция, в рамках которой мы обращаемся и к президенту, и к Государственной Думе, и к правительству о изменении налогового кодекса и перехода на другую систему, где основным налогом будет налог с оборота, налог НДФЛ должен каждый сам декларировать, а агентскую функцию с реального сектора экономики за взятие и снятие налогов снять. Поэтому вот эта схема, и останется у нас налог на землю, он же объединяет недвижимость, налог с оборота и налог на НДФЛ. Мы такую модель предлагаем. Тогда налогики нам не нужны, все становится абсолютно прозрачно, и каждый человек отвечает за уплату налогов. Система, которую вы выстраиваете, она насколько открыта, закрыта для желающих присоединиться к вам? Нет, она открыта, но для этого необходимо иметь масло в голове, и мы вот так просто, я хочу к вам прийти, мы не принимаем. Должен человек предложить проект интегрированный или интегрирующийся с теми процессами, которые идут в кластере. Например, у нас сейчас появились член кластера сертификационные фирмы, у нас появились... Которые выдают документы, вы имеете в виду, да? Да, которые проводят и имеют... Анализ некий, да, и выдают документы. То есть это одна из проблем появления нового продукта и сертификации, там же тоже все ангажировано, и войти, если там дадут команду не пущать, и все. А у нас сейчас появляются уже собственные участники кластера, которые занимаются всеми процессами, маркетинговыми процессами занимаются, дизайнерскими процессами. Сейчас подготовлен достаточно серьезный сайт, мы его раскручиваем, совершенно новый, совершенно по-другому будет, который может интегрировать как площадка уже портал по реализации продукции, производимой вот этим малым бизнесом. Поэтому, на мой взгляд, мы идем правильным направлением. Причем в данном отношении мы не вмешиваемся в деятельность самого предприятия, а мы только помогаем интегрироваться в реализации будущих проектов. То есть показывается направление, путь. Да, да, и организационно. Я вот, например, как президент, исполнительная дирекция, помогаю, оказываю содействие. И в данном отношении консультационная помощь, она осуществляется не такая ангажированная, что заплати, я тебе сделаю. Она просто осуществляется. Валерий Турулы, это ваше особое мнение. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Очень скоро мы продолжим. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение Валерия Турула. Я хотел бы вернуться к своему первому вопросу про защиту бизнеса. То есть вы на него так вот долго отвечали? Нет, ну, нет. Здесь два момента вы отметили. Надо работать, я так понимаю. Конечно. И вы показываете, в каком направлении работать. Самая большая защита в бизнесе не ждать, что кто-то защитит. А в объединении, и в объединении не в общеполитическом, а в объединении экономическом. Когда входишь в какие-то проекты, интегрируешься, субконтрактация начинается, и все. И ты профессионально маленький бизнес, но ты создаешь достаточно высокий уровень добавленной стоимости. А существует какая-то конечная цель у этого пути, у этого развития? Конечно. Что в итоге? Или это бесконечный процесс? Нет, Володь, нет, нет. Есть такая, так называемая, национальная технологическая инициатива. Вот, ну, если в теорию вопросу войти. Ну, так, если вкратце. Да, вкратце. Мы в 2018 году входим в режим шестого технологического уклада, в активное развитие. И этот период будет у нас до 1936 года. То есть 20 лет будет вот этот период идти. И, следовательно, государство наше, оно определило национальную технологическую инициативу. То есть 9 приоритетных направлений. Мы у себя в регионе определили, что мы входим и наработали готовность в три направления. Ну, по ресурсам, по людям, по компетенциям и так далее. И по уровню наработок предыдущих. И вот мы под эти три направления определили свои пять направлений развития Кировской области. Которые наука нам показала и так далее. И вот теперь мы интегрируем всю деятельность малого бизнеса вот под эти пять направлений. У тебя проект интегрируется, все вперед, и мы тебе поможем и так далее. А дальше работает синергия. При минимальных затратах максимальный результат. И самое главное, не надо формировать рынок сбыта потребителей. Потому что сама задача, национальная технологическая инициатива, она, по сути дела, формирует государственный заказ. Вот схема. И мы по ней идем. Региональное это правительство, тут вам необходимо оно вам вообще? Необходимо? Оно необходимо, потому что без этого управления и координация деятельности на территории, это невозможно решить эффективно. Но учитывая, что они не хотят в это погружаться, то в данном отношении... Они прямо так и говорят, что мы не хотим. Или своими действиями показывают. Например, соглашение с Нанолеком заключено, с БИЛХЗ заключено по развитию кластерного процесса, с нами, реально действующим кластером, где достаточно большие мощности включены, с нами не подписаны соглашения. Вот этот процесс, он тоже вызывает какие-то вещи. Но вы можете объяснить, почему? Я не могу это объяснить. Мы объясняем, мы пытаемся это объяснить. Но, по всей видимости, это неинтересно, потому что с точки зрения инвестиционного процесса, те вещи, которые мы предлагаем, они не требуют внешних инвестиций, они требуют мобилизации своих внутренних ресурсов, которые не требуют больших вложений. Но это есть инвестирование там имуществом, там компетенциями, имеющимся возможностями каждого предприятия. Мы предлагаем другую модель экономическую. Она, по всей видимости, неинтересна, потому что в показателях области ее развития есть такой показатель, который, какая сумма инвестиций поступила в область. Инвестиции отчетливаются только деньгами. А деньги, дальше поступая, они находят чьи-то карманы, но не те процессы, под которые они шли. Вот пример вам, скажем, Луза, да, получили 200 миллионов, деньги истратили, а сегодня отчитываться надо перед областью, перед федералами. А отчитаться не могут и не знают, как отчитаться. А денег нету. И результаты нету. Вот вам и пожалуйста. Любопытно. И кукуй, да. Поэтому вопрос, мы по-другому рассматриваем инвестиционный процесс, который не поступившими деньгами в экономику, а реальными вкладами, инвестиционными вкладами через реальные вложения ресурсов, которые имеют свой эквивалент, который можно оценивать, сколько это стоит. Вот эти инвестиции, мы за такие инвестиции. Но это кому-то не нравится, потому что показатели инвестиционных процессов, они совершенно другие. Да что там скрывать. Существует система откатов, и ее контролируют достаточно серьезные органы. Поэтому если инвестиции из федерального бюджета поступают, то это уже такая тема, знаешь, какая скользкая. Мама не горюй. Я напоминаю, что наши слушатели тоже могут участвовать в нашей беседе. На сайте Кирова.ру есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю. Есть вопрос от Михаила. Вернее, два вопроса в одном. Ну, во-первых, он интересуется. И понятно, что вы уже тут ответили во многом на его вопрос. Что вы будете делать, если идеи, которые вы продвигаете, пропагандируете, не найдут реализации применения на территории нашего региона? Нет, ну, вы правильно сказали, что частично я уже попытался ответить. А если сейчас в сухом остатке обозначить, что да, мы ожидаем, что активно включится у нас правительство, но успех нашего процесса, он предопределен тем, что есть и худший сценарий. Что в данном отношении мы просто будем интегрироваться с другими регионами. Что мы сегодня успешно делаем и в Комире, и в Публике, и в Вологодской области, и в Московской области. Ну, как вы привели пример как раз с Вологдой, да? Да, с Вологдой. Нет, но есть еще и другие проекты. Например, есть такой кластер, мощнейший кластер в мире. Он называется Фармдолина. Это пущинский наукоград Пущина, который объединяет шесть научно-исследовательских институтов, два внедрительных центра, две клиники и так далее. Он единственный имеет аккредитацию международной сертификации. Право на международную сертификацию всех медицинских процессов. И по технологиям, и по технике, и по лечебным технологиям и так далее. И мы с ними на сегодняшний день объявляем уже проект. Инициирует этот проект медицинский университет. Студенты, они инициируют... Наш университет. Да, наш университет инициирует проверку существующих лечебных технологий. Они подсунули ли нам западные друзья ложные технологии. И мы договорились о том, что мы будем проводить соответствующую экспертизу, ревизию и менять реестр лечебных технологий. А значит, и реестр менять лечебных препаратов. А это удар уже по супер монополиям международного уровня. Вы понимаете, куда мы выгребли? Круче некуда уже. Да, уже круче некуда. Я уже там инициаторам сказал, Моторолу расстреляли в лифте в Донецке из гранатомета. А здесь, я думаю, что может пострадать весь Киров и Кировский регион. Чтобы только этого... Ну, я шучу и постучал по дереву, не дай бог. Но сам вопрос, который ставит наш бизнес во всех сферах биотехнологии, малый бизнес, он настолько актуален, настолько важен, настолько перспективен, что вот здесь мы можем получить фишки, как биорегион, как его развитие. Но если не будет интереса, мы пойдем, как говорим, с другими регионами будем работать, интегрироваться. И нашему бизнесу наработаться будет выше крыши. На вторую часть вопроса от Михаила вы, видимо, ответили. В первую очередь, чтобы правительство нужно, да, региону было заинтересовано. То есть он спрашивает, Михаил спрашивает, что нужно, чтобы эти идеи были реализованы, ваши идеи. Они должны погрузиться, и мы пытались это сделать, когда с Куземской работали, но, видите, ее нет сегодня в правительстве и в губернаторской команде. Минута остается до рекламы. Дайте свою оценку новой команде областного правительства, новым людям, старым людям, которые там оказались. Или пока рано еще говорить. Володя, вы знаете, я уже эту оценку давал, и, кстати, уже есть резонанс, потому что сделан определенный запрет на мою фамилию, то есть дежию. Где вас запретили? Нет, ну, мы где-то уже это проходили, по-моему, с командой белых, да. Сейчас вот опять начинается. Мне доходят уже кулуарные разговоры о том, что, Валерий Николаевич, не надо бы критиковать и давать оценки правительству. Давайте положительные оценки, тогда все будет шоколадным. Так не надо или давайте положительные? Не надо, давайте, давайте только положительные оценки. Вот. Ну, давайте похвалим кого-нибудь. Да, 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 вот вы давайте, и тогда у нас все будет в шоколаде. Меня это очень настораживает. Очень настораживает. Вот этот вектор, который сегодня насаждается в правительстве, ну, я думаю, что... Ну, и сам факт, что представители силовых структур на ключевых позициях, кадровой позиции и информационной позиции, это тоже вот такое интересное событие, я считаю. Ничего не может произойти, что смогло бы изменить такую позицию? Ну, я не провидец, я не провидец. Региональная власть, что вообще может произойти? Я не знаю, я не знаю, но это, по всей видимости, уже политика не самого Игоря Владимировича, потому что ключевые эти два поста, они определяются уже там федеральным уровнем, но если обобщение делать и посмотреть на другие регионы, где аналогичная ситуация, у меня, как военного человека, возникает только беспокойство внутреннее. Тревога. Тревога, да. А военные люди, они являются самыми пацифистами, потому что они знают, что такое война, какие могут быть последствия, поэтому они принимают все меры на берегу для того, чтобы войны не было. А вот что-то у меня очень беспокойное состояние. Хорошо. Рекламная пауза сейчас будет у нас. Это Валерий Турул и его особое мнение. Полторы минуты, и мы продолжим. Особое мнение на 101FM. Продолжается особое мнение Валерия Турула, руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, президент некоммерческого партнерства, биотехнологический кластер Кировской области и так далее, и так далее. О чем хотите, Валерий Николаевич, поговорить? О делах городских или еще на уровне правительства области останемся? Нет, я думаю, что по правительству области пока не о чем говорить. Вы реализируете бюджет, проект бюджетный 2018 год. Володь, это больная тема. Я уже не один раз говорил, что профицит – это есть свертывание экономики, это есть стрессовое состояние для экономики, это сворачивание реально действующего бизнеса и так далее и тому подобное. Поэтому профицит – это есть негативная оценка будущих процессов. Это негативная оценка. И реально развивающаяся экономика, она предполагает обязательно дефицит, только единственное, он не должен превышать 10%. Когда ты в состоянии постоянного стресса живешь, когда не хватает, не хватает. Да, да, он тебя стимулирует. И 10% они определяются естественным отставанием дебиторской задолженности от кредиторской. Ну, это естественно, потому что надо пройти процесс, мне должны, потом они должны где-то деньги взять и потом со мной рассчитаться, вплоть до того, чтобы сами прокредитоваться. И вот этот процесс, он замыкается. И поэтому 10% от реально действующих активов, находящихся в обороте, они являются показателем высокой ликвидности экономики региона или территории. Когда же мы выходим на профицитные, извините, это означает, что мы свои активы держим в пассиве. Вот что это означает. Они не работают. Они не работают. Они находятся в пассиве. Поэтому эта проблема прежде всего связана, о чем я вот когда еще был где-то там депутатом в свое время, я все время ставил вопрос. Мы не должны уподобляться своим бюджетом на уровень там бухгалтера. Мы должны быть финансистами. А что такое финансист? Это деньги, которые находятся постоянно где? В обороте. Из-за чего все время скандалы-то и были. И поэтому, когда там говорят, вот наша задача, мы должны наши коммерческие кредиты перенацелить на межбюджетные кредиты. Я понимаю, Министерство финансов России. Да, они так и сказали. Будет профицитный, мы вам переформатируем ваши долги. Под 0,1% на 20-25 лет. По сути, бесплатные долги. Но, извините, ребята, нам-то от этого легче-то не станет. От того, что сказали Халва, а Барту Слаевич не станет. Нам-то надо развивать территорию. А провозгласило правительство развитие территории, а бюджет показывает, что никакого развития чего не будет. Ребята, о чем мы говорим-то? Ну, я не хочу бы этого касаться. Я слышал или читал даже точку зрения о том, что, ну, если мы получим рассрочку, то, может быть, Федеральный Центр однажды и спишет все нам долги. Нет, но он спишет, реально, потому что через 20-25 лет это ничто уже превратится. Не обесценится просто эти суммы. Конечно, 0,1% кредитная ставка. А было время, когда отдельную мы перекредитовку получали под 0,01%. Ну, представьте, что это за деньги. При инфляции даже 10%, ну, через 10 лет уже ничего нет. А здесь в 10-100 раз еще дешевле деньги идут. Финансист во главе города хорошо, плохо? Ну, вот понимаете, я честно скажу, что... Вы уж простите, что я полярные точки зрения. Нет, это не полярные. На мой взгляд, это как раз продолжение разговора, потому что Елена Васильевна была и, по-моему, остается советником губернатора. Поэтому те процессы... Но мы не будем утверждать, но... Нет, а я думаю, что она... Советником она точно, да. Да, советником по финансовой деятельности она была и остается. И более того, Елена Васильевна пытается трансформировать... Ну, в крайнем случае, мы с ней дважды уже разговаривали. После вступления ее в должность, в головы. Да, она пытается сейчас... Ну, чего сделать? Она пытается аналогичную модель перенести на город. И в этом есть положительный аспект, что будет не просто кем-то эмоционально принято или прагматично, или аффилированно принимаемое решение, да. А некий совет специалистов с достаточно высоким уровнем компетенции. На что я сказал, но, Елена Васильевна, а подождите, ну, если, скажем, Турула там появится, это же одиозная фигура для некоторых лиц, которые вас сопровождают. И это не секрет ни для кого. И вы не думаете, что мы это не видим. Мы же видим эти вещи. Она говорит, ну, ничего же страшного нету, если это для пользы города. То есть я вас защищенно сказал, если вы будете в совете в этом. Ну, как защищенно? Она... Потому что... Или я объясню вашим коллегам, что... Она прежде всего себя должна будет защищать, потому что меня-то воспринимают как угрозу. И поэтому, если я там буду что-то советовать, то автоматически будет переноситься на нее. Я-то чего выдерживаю? Я жил при этом, живу и считаю, что если замечают и там пытаются что-то нейтрализовать, значит, правильное дело делаем. Поэтому здесь у меня вопрос. Я говорю, а у вас-то как, Елена Васильевна? Потому что на вас же бумеранг пойдет. Она говорит, я думаю, что я с этим справлюсь, и те люди меня поймут. Ну, на мой взгляд, это многообещающая вещь. Но меня волнует другое, что вот я наблюдаю сейчас со стороны, она все глубже-глубже погружается в эти... В городские дела? Нет, в городские дела это ладно, в городские дела это нормально, но она погружается... Ведь искусство управления, топ управления, оно заключается не в том, чтобы ты погрузился до всех мелочей. А в том, что ты правильно... Да, расставил акценты, приоритеты и так далее. И на решение этих акцентов и приоритетов у тебя стояла профессиональная команда. То есть с достаточным уровнем компетенции, которыми можно поверить, которые функционал свой выполнит от а до я, без всякого там ненужного творчества, когда идет исполнение. Но проявлять будут максимальное творчество на этапе принятия и подготовки решения. Поэтому вот таких людей... Но есть ли эти люди? Потому что пока я вижу, команда осталась та, которая была. И 7 ноября покажет, потому что я думаю, что тестовым таким моментом... 7 ноября? Да, 7 ноября, 100-летие Великой Социалистической Революции. Простите, что покажут 100-летие? Да, вот, оно должно показать вообще вот этот, насколько мы способны быть демократичны и свободны и аккумулировать вот эти все потенциалы в единое целое. Потому что мы считаем, что если нам разрешат проведение всех мероприятий, все в рамках закона, да, то есть перспективы. Потому что основные... Сейчас понял, вы планируете мероприятия на 7 ноября. И на это... Да, нам все время их запрещают. Это если это действительно... И это будет для вас таким показателем, разрешат не разрешат. То есть если будет все в рамках закона и как положено, тогда, я думаю, будет и результат. Потому что политика определяет некие вещи. И если провозглашено, что защищены будут интересы жителей города Кирова, а мы же жители города. И наш один из интересов, дайте нам свободу, чтобы мы свободно себя чувствовали, не нарушая закона в рамках действующего законодательства. Но вы же нас всякими правдами и неправдами гнобите и не даете. Даже слово сказать не даете. Вот если это будет реализовано нормально, я считаю, что перспектива есть. Мы сможем интегрировать эти потенциалы для пользы города. Если этого не будет, я думаю, что перспективы никакой нет. Елена Васильевна, называла какую-то уже хотя бы предположительную дату организации вот этого совещательного совета? Или не знаю, как это только называть? Ну, я не знаю, открою секрет. Но мне думается, я просто не завидую, потому что у нее сейчас идет такой тяжелый процесс. Это же надо... Вливание. Да, да. Вот это чувствовать надо. Вот эти вот вектора, их надо чувствовать. И это непростой момент. Это надо сколько встреч провести. Это перебеседовать сколько надо. Это все надо проанализировать. А потом еще просинтезировать какие-то процессы, видения какие-то сформировать и так далее. Ну, одному человеку с этим, конечно, очень тяжело справляться. И она пытается сегодня с этой задачей справиться. Я думаю, что к этому разговору, как она мне сказала, говорит, давайте, говорит Валерий Николаевич, мы вернемся после 2 ноября. Это когда уже новый глава администрации будет известен. Да, да. То есть состоится уже выборы, состоится специальное заседание Думы городской. И вот мы там вроде бы договорились уже какие-то определенные точки отправные сделать. Но моя задумка, я не скрою. Вот радиослушатели, если слышат нас... Я не делаю. Моя задача заключается, если город не видит те перспективы, которые... Ой, область не видит те перспективы, которые у нас существуют и которые признаны в России, да? Но этого не пытаются... Переложить на город и сделать для города очень полезные вещи, чтобы это звучало, чтобы это... Вы можете сейчас их озвучить для примера. Нет, ну вот деятельность нашего некоммерческого партнерства, она имеет очень большие потенциалы по реализации проектов. И мы эти проекты не под область можем подвести, а мы можем их подвести под город. И дальше масштабировать и тиражировать по всей стране. И, по сути, продвигать уже, ну, к сожалению, не Кировскую область, а продвигать столицу Кировской области, но тем самым опосредованно продвигать Кировскую область. Вот это я считаю... Говорит, и наши слушатели, я думаю, хотят услышать, понять, за счет чего продвигать технологии, продукции. Да, конечно, и продукции. Мы сегодня вот приехали... Область не хотела рассматривать, что технологии пчеловодства имеют достаточно серьезную перспективу. А мы в результате поучаствовали в конкурсе на федеральном уровне, выиграли грант на участие в выставке «Золотая осень», где не участвовала наша Кировская область. За нас проплатило федеральный уровень правительства федеральное участие в этой выставке через российский экспортный центр. Наш проект, продвижение нашего продукта, а мы защитили сейчас и запатентовали марку торговую, запатентовали торговый знак и бренд нашего меда. Мы его показали там, там были очень серьезные переговоры, когда зарубежные страны, попробовав наш мед, качественный мед, они сказали, ребята, вы почему молчали? Мы не знали, что есть такой мед. Вот что происходило. И наш проект сегодня является приоритетным российского экспортного центра. Медведев был на нашем стенде. О, попробовал, попробовал? Да, Медведев был, разговаривал с нами, сколько вы продали и так далее. Там переговоры идут по этому вопросу. И вот, если правительству это было неинтересно, а Игорь Владимирович был на «Золотой осени», но не удостоверился. Но вы отдельно туда ехали за счет федерального центра. Да, но это знало. Конечно, наше правительство об этом знало. В крайнем случае, Министерство сельского хозяйства точно знало. Я позвонил Котлячкову, я говорю, вы были на нашем стенде? Он говорит, нет. Я говорю, почему? А что, разве есть? Я говорю, Алексей Алексеевич, я же вам докладываю. Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области зампред. Но он был потом, и вот сейчас готовится на конец месяца. Уже мне сегодня звонили, говорят, приглашают Васильев, надо встречу проводить и так далее по данной тематике. Но, ребята, извините. Ну, сейчас-то, конечно, нужно провести, раз уж там Дмитрий Анатольевич побывал и попробовал. Мы топтали-топтали ситуацию, уже больше миллиона-полтора в последний год вложились в этот проект. Мы все время пытались подтянуть. Вот я считаю, что этот проект мы положим под город Киров. Ряд еще других проектов. Сельхозбиогаз, это биогазовое оборудование, которое на сегодняшний день, мы тоже положим его под город Киров. Когда отходы перерабатываются. И сделаем показательные для всей страны очистные сооружения города Кирова, где будет на этом вырабатываться электрическая энергия, будут удобрения даваться, то, что нам наносит экология. Примерно. И мы первыми этот сделаем проект в России. Для себя, для города Кирова. И таких проектов я могу вам еще, знаете, сколько... Но еще раз, при условии, при условии, это все будет реализовано при каком условии? При условии, что это будет соответствующая программа, включена развитие биотехнологии Кировской области, либо города Кирова, программа, под которой будет находиться интерес и власть. Ведь, поймите, должна действовать тройная спираль. Власть, бизнес и наука. Вот тогда все будет на месте. Но под это должна быть еще основа. Проекты. Проекты у нас, слава богу, есть. Мы их нарабатывали 9 лет, и они у нас есть. Мы готовы это положить под город Киров. Елена Васильевна об этом знает. Она была... Когда я был в законодательном собрании, она была моим союзником. Мы вместе с ней готовы... Когда вы руководили комитетом... Да, комитетом по экономическому развитию и предпринимательству. Тогда она была союзником, и специально деньги выделяли под эти все процессы и так далее. А там небольшие деньги-то нужны. Они на организационные процессы нужны. Не на сами инвестиционные процессы, а на инфраструктурные вещи. На информационные и организационные процессы. Поэтому я думаю, что Елена Васильевна, она знает эти вещи, умеет их делать. Вот насколько ей дадут это делать, это уже другой вопрос. Я думаю, что мы об этом еще не раз поговорим. Тема завершается на этом сегодняшнее особое мнение. Валерия Турула. Вы хоть в следующий раз нам мед принесите, попробуем. Принесу. А я сейчас съезжу. Так расхваливали. Я съезжу сейчас и привезу вам. Спасибо большое, Валерия Турула. Для того, чтобы вы здесь профилактировались от болезней. Да, чего и всем желаем, конечно, в эту осеннюю пору. Спасибо, до новых встреч, до свидания. Давай, Володя, спасибо. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok